Всем привет! Наступает лето и многие из нас хотят полететь на море, отдохнуть, искупаться, погреться на солнце. Но где сейчас это можно сделать? Давайте посмотрим. Начнем с России и близлежащих стран. Почему о России? Потому что здесь с наибольшей вероятностью ничего не изменится вплоть до окончания лета. А значит можно достаточно надежно запланировать свой отпуск. На этом, правда, наше преимущество. Все. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия, все. В России самые популярные курорты с точки зрения отдыха на море это Черноморские, Азовские и Балтийские. Не забудем, кстати, о том, что у нас есть еще Каспийское море, Японское море, Охотское и Тихий океан. На Черном море есть, в общем-то, достаточно большое количество курортов, где можно неплохо отдохнуть. Это Сочи, Анапа, Дельнджик, Крым, Абхазия и даже Грузия. Правда, с Грузией сейчас сухопутные границы еще закрыты, поэтому добраться туда можно только на самолете. А поскольку с Грузией прямого авиасообщения нету, то придется делать это через какую-то третью страну, что может существенно повлиять на стоимость отдыха. Но кроме означенных курортов есть еще менее известные, такие как Туапсе, Аше, Лазаревское. Не забываем о младшем брате Черного моря, Азовского моря. Здесь есть два больших курорта, это Станица Голубицкая и город Ейск. Возможно, есть еще какие-то, но они менее известные. А если вы хотите поехать на море и при этом не сильно перегреться и посетить хорошие пляжи, то езжайте на Русскую Балтику. Здесь есть потрясающие курорты, такие как Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск. Последние пару лет сильную популярность набирает Дагестан. А значит, не забываем и про Каспийское море. Непосредственно в Дагестане можно посетить Махачкалу, Дербент и Каспийск. А рядом лежащие Калмыкии есть курорт Лагань. Ну а для тех, у кого много денег и кто боится перегреться на Балтийском море, езжайте на наш Дальний Восток. Здесь можно поехать к Японскому морю во Владивосток или на Охотку, к Охотскому морю в Магадан или на Камчатку к Тихому океану. Но правда это действительно дорого. Поставьте, пожалуйста, этому видео палец вверх и напишите, какие из российских курортов вас особенно привлекают. А если вдруг таких курортов нет, то напишите почему. Что такого с российскими курортами, что они вас не привлекают. Ну а мы переходим к заграницам. Ну и начнем мы с европейских стран. Здесь ждут нас страны Балканского полуострова и Типр. Начнем с Типра. С Типром у нас открыто авиасообщение. Для въезда на территорию Типра понадобится его собственная виза, либо шенгенская виза. Нужно сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета. А также придется сдать ПЦР-тест по прилету. Стоить он будет в районе 30 евро. А если вы сделали себе вакцину, то необходимо предварительно заполнить форму на Cyprus Flight Pass. Ну а теперь набор балканских стран, в которые можно приехать и с удовольствием отдохнуть. Начнем мы с Греции. Греция примечательна тем, что она страна Евросоюза, член шенгенского соглашения и уже выдает шенгенские визы. С Грецией у нас открыто авиасообщение. Нужна виза для въезда. А также требуется из медицинских документов показать либо ПЦР-тест, либо справку о вакцинации или доказательство о перенесенной болезни. Медицинские справки лучше взять с собой. Следующая страна, сильно похожая на Грецию тем, что она является членом шенгенского соглашения, а также страной Евросоюза, это Хорватия. Требования к въезду в страну очень похожи на греческие. Далее перемещаемся к Болгарии. Страна Евросоюза, но не член шенгенского соглашения. При этом признает шенгенские визы и пускает по ним внутрь на территорию страны. Требования такие же, как у Греции и Хорватии. И что не может не радовать, у нас с Болгарией открыто авиасообщение. И остается две балканских страны, максимально либеральных, к туристам. Это Черногория и Албания. Въехать туда можно без справок, но есть небольшое затруднение. Прямого авиасообщения с ними нет, но можно въехать через Сербию, либо еще какую-то третью страну. Ну и россиянам не нужны в них визы. Ну вот и список некоторых других стран, границы которых открыты для россиян, и где есть море, на котором можно так или иначе искупать себя. Из-за политики, проводимой Российской Федерацией в отношении США, у россиян возникнут трудности с получением визы. К сожалению, есть целых три популярных у россиян страны, которые будут закрыты до конца весны, и, возможно, ограничения будут продлены. Это Шри-Ланка, Турция и Танзания. Но поскольку внутри стран Шенгенского соглашения границ практически нет, то теоретически можно пробраться через открытые Хорватию и Грецию. Однако учитывайте, что при посадке на самолет могут возникнуть вопросы, на каком основании вы едете в ту или иную страну. Могут запросить приглашение какое-то, которое подтверждало бы вашу цель поездки. Например, что это бизнес или какие-то еще не менее важные дела. Так что на сегодняшний день с чистой совестью на морские курорты в страны Евросоюза можно поехать только в Болгарию, Хорватию, Грецию и Типр. И хорошая новость в том, что Испания уже начала выдавать шенгенские визы. Правда, пока только тем, у кого была виза сроком два года и более. Но будем надеяться, что эта тенденция продолжится и постепенно будут смягчаться ограничения. И скоро уже любой желающий сможет с удовольствием поехать и насладиться испанскими пляжами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите, в какую страну хотите поехать вы. И открытие какой страны вы особенно ждете. Пока!